Глава у нас скромный человек, тем не менее, я не буду пытаться, не умело лизать, потому что я как бы все равно к этому не приучусь. А почему вопрос вообще о каких-то деньгах зашел? Вот вы о трудящихся поговорите. А мы же за средней зарплате разговаривали. Так мы, да, и мы говорим. Чтобы один мясо, другой капусту в среднем. По зарплатам, по трудящимся. У нас, кстати, было собрание депутатское, и там, насколько я понял, может быть я неправильно понял, я не знаю, в силу своей, так сказать, посельчанченности, как это слово, как это правильно его сказать, выдумал новое слово. Ну, в силу того, что я деревенский простой парень в белой рубашке. Тянешься? Да, дело в том, что, может быть, не понимаю, но когда глава, глава городского поселения, город Николаевск-на-Амуре вступала в должность, насколько я понимаю, она должна была вступать в эту должность на безвозмездной основе, потому что главе района не хватает немного. Ну, я так понял, я по словам понял, так? Ну, я понимаю, что да. А чем обусловлено? Есть какие-то программы, закон какой-то у нас? Почему закон? Просто попросили, видимо, она согласилась, она человек, она коммунистка, это с... Бывшая. Ну, Вера Владимировна. Вера Владимировна, да, она коммунистка, ну, она не бывшая, она сейчас и коммунистка. Я уверен, что все эти коммунисты, Вера Владимировна, Леона, они просто для маскировки эту отделе, вот это вот, Единой России, ну, положено. Ты думаешь? Конечно. А в душе они остаются коммунистами, потому что мы с Леоном тоже все коммунисты на 9 мая обнимаемся, он мне это самое, все нормально, без всякой подоплики. Продолжение следует...